А почему показывают неблагополучную семью Акаши, и ты говоришь, Россия обобщая, будто все такие? Я говорил? Ты чё, ебло вообще, что ли, куриное, нахуй? Я же сказал, наоборот, как раз-таки обобщать не нужно, это во-первых. А во-вторых, справедливости ради, стоит признать, что в России таких, как вот эти вот товарищи, вообще в целом, люди, привыкшие терпеть. И это реально так. Ну, типа, ну, отрицать же глупо, глупо, блядь. Реально же многие терпят. Боятся что-то менять. Не хотят что-то менять. А мало ли, а вдруг? А кто, если не Путин и так далее? Чё, нет такого, что ли? Да есть. Кругом и всюду. Кругом и всюду, блядь. Какую ещё ватную сторону, долбоёб. То, что я пытаюсь мыслить здраво, не означает, что это приватник. Это просто конченый, отбитый хуесос. Вот и всё. Тем не менее, опять же, не отрицают. Терпят, терпят, блядь. Заебали уже терпеть. И эти тоже сидят терпят. К ним пришли, говорят, давайте я поснимаю видео. Покажу людям, как вы живёте. Ааа! Они уже надежду потеряли. Понимаешь, они уже и не верят, что чё-то может поменяться. Вот так вот карлики, так и живём. Даааа. Жизнь наша холостяцкая. Сорок лет без телки прожил. А ты чё терпишь? Я? Чел, я в Нью-Йорке. Я как раз таки не терпел. Сделал всё возможное, чтобы съебаться отсюда. Оттуда, точнее. Если бы я терпел, я бы в Новокузнецке жил ещё. И терпел бы. Я же не говорю, что терпеть или не терпеть, это значит выйти с вилами на Кремль пойти. Да нет, хотя бы как-то попытаться поменять свою жизнь. А не сидеть вот в этой вот жопе, блядь. Я понимаю, что у всех разные возможности. Ну, бля, я тоже в жопе жил, уж поверьте. Но я старался что-то делать. И как-то так получилось, что вот я теперь здесь. И мне никто не помогал. Сам. Всё. Сделал. Тебе повезло. А что значит повезло? Подождите. Я начинал с нуля. Я уже рассказывал, как я начинал. Ещё же когда в Новокузнецке жил. Буквально с 50 копеек. Я сейчас не вру. Я начинал зарабатывать деньги в интернете, блядь. На этих сайтах, где нужно было по ссылкам переходить. И тебе по 50 копеек платили. Даже по 10. От 10 до 50 копеек за один клик. И я отсидел, блядь, таких сотню сайтов. Кликал, открывал. И по 300 рублей в день зарабатывал. Откладывал, копил, накапливал. На те накопленные деньги за месяц, там два. Я на эти деньги открыл потом сайт по антивирусу. Ноды 32. Каким-то, не помню уж каким образом, раскрутил его. С него начал что-то зарабатывать. Продолжая кликать, эту всю хуйню и заниматься. По итогу приумножая свой капитал, так называемый. Зарабатывал уже и с сайта, и с того. Потом нашел еще один метод заработка. Уж не буду рассказывать. Тоже начал зарабатывать нормально. Смог накопить на комп. Хороший компьютер того времени. За 45 тысяч рублей я тогда себе компьютер купил. Сам купил, сам накопил. Мне родители вообще ни копейки не дали. Не давали вообще. Купил себе нормальный комп, который тянул хорошие игры. На этом компе я начал записывать летсплей свои первые. На те деньги, что остались, я купил рекламу. У Нефедова, помню. У других летсплейщиков, блогеров. Покупал, закупал рекламу. За счет чего набрал свою первую аудиторию. А потом уже подписчики сами поперли. Ну просто потому, что была тема. Хоррор и вся хуйня. Что-то новое, да. Людям нравилось. Та аудитория, которая пришла с рекламы. Начала меня продвигать, скажем так. Сарафанное радио, так называемое. Все начали там друг другу рассказывать. О, Джизус, Джизус, блядь, Джессус, блядь. И все, и тем самым начала уже приходить та аудитория, которая, ну, не знаю откуда, короче. Все, а там уже деньги с Ютьюба. Ну и я, и вот спустя много лет. Я теперь здесь. Вот такая вот история. Но! Мог так же сидеть и нихуя не делать. Ждать чуда какого-то. Поэтому я не совсем понимаю, где повезло. Я же не сидел просто так. Мне это на голову не свалилось. Я же пытался что-то делать. О, вот старый видос, блядь, позор. Блядь, зэм, зэм, блядь, он уже за нас. Уй, ёп. Блядь, ебать. Чистец. Видео 14-го года. Везение, упорство, это не взаимно исключающие понятия. Есть люди, которые задротят, добиваются чего-то, а есть те, которые нет. Так же, возможно, и те люди, у которых сейчас нет никакой мотивации, просто не... Блядь, а вот я, знаешь, видел такую картинку, где, типа, показано, что, короче, два чела, типа, под землей, киркой, короче, типа, там, ну, в шахте, типа, копают вперед, идут такие вперед. И там один чел дошел до алмаза, а другой такой, типа, остановился, а там хотя оставалось совсем чуть-чуть. И он такой, типа, грустный, идет обратно. То есть, ну, не дотянул, как говорится. Вот ты говоришь, да, кто-то старается и получает, ему повезло. А другой нет. Так, может, он просто не дожал, не дотянул, сдался рано. А не в том, что ему вот не повезло. В какой момент можно сказать, что, да, все, чувак, заканчивай стараться, тебе реально не повезло, у тебя не получится. Есть какой-то срок рекламы КАЗа? Причем тут КАЗ вообще, нахуй? Причем тут казино-картинка, блядь? Причем здесь это вообще? Реклама казино, причем казино? Лобарев, блядь. Вот, не, просто я не знаю, что-то есть какой-то срок на это. Я, 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 я согласен, что да, есть люди, которые реально дохуя делают, стараются, стараются и все равно нихуя. Ты об этой картинке сам поискать? Да. Вот. А в США, 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 тут есть человеческая яйца, я США. А в США, а в США, а в США, а в США, тут есть полки, полки.